В новом учебном году для учащихся рязанских школ, начальных классов и школьников старших классов льготной категории предусмотрено одноразовое бесплатное горячее питание. Во все школьные образовательные учреждения города горячую еду поставляет муниципальный комбинат детское питание. С началом этого учебного года перед предприятием стоит нелегкая задача – вовремя обеспечить горячей, качественной и сбалансированной едой 29,5 тысяч школьников. В прошлом учебном году бесплатное питание получили только 9 тысяч учащихся школ. В этом году у нас наконец-то появилась возможность разнообразить наше питание, сделать его более здоровым, полноценным и качественным. У нас увеличится количество молочных блюд в меню, фруктов, увеличится количество мясных блюд. Питание наше станет более соответствующим, сбалансированным, более качественным, питательным, как положено по всем нормам Роспотребнадзора. Для приготовления вкусных и полноценных блюд комбинат детское питание закупил новое оборудование и посуду, в том числе современные котлы, для приготовления горячей пищи. В школах, где горячие блюда готовят в своих столовых, овощи, фрукты и мясную продукцию доставляют в специальных герметичных упаковках. Овощи упаковывают прямо на комбинате и помещают в камеру хранения, где они находятся не более пяти суток. Благодаря такой герметичной упаковке продукты дольше хранятся и не теряют полезные витамины и питательные вещества. Картофель у нас в день проходит порядка четырех тонн. Морковь полтонна, луга полтонна и капуста тонна. Светла чуть поменьше, около 300 килограмм. Так у нас эта масса проходит. Вот такие вот у нас пакетики завакуумированные с указанием сроков и условных хранения на именование продукции. Бесплатные горячие блюда для школьников должны быть доставлены во все образовательные школы города вовремя. Для выполнения столь непростой задачи на комбинате детское питание отдел логистики был пополнен новыми квалифицированными сотрудниками. Наша главная задача – своевременно доставить завтраки и обеды к перемене в школы. И поэтому у нас расширилась логистика, увеличилось количество транспорта, чтобы дети своевременно получали свою горячую, здоровую, питательную еду. С 1 сентября этого года все школы города Рязани будут обеспечены горячим питанием. Блюда с горячей едой для школьников будут принципиально отличаться от завтрака или обеда, предполагаемых в прошлые годы. Они будут качественно лучше, порции станут больше, а сама пища сбалансированной, более калорийной и вкусной. В этом году разработано качественно новое примерное меню для школьников. Оно отличается тем, что прежде всего увеличиваются порции, которые у нас будут ребята получать в рамках горячего питания. Основной акцент здесь делается на увеличении количества мясных блюд. Также меню будет более витаминзированное, будет большее количество фруктов, а также кисломолочной продукции. Горячее питание для учащихся начальных классов будет организовано как в первую, так и во вторую смену, в зависимости от времени обучения ребенка. Если школьник захочет еще порцию горячей еды, то сможет приобрести ее за деньги. С учетом затрат на организацию, стоимость предусмотренной порции горячего питания для всех категорий школьников составит 86 рублей 99 копеек. Также в новом учебном году изменится меню буфетов общеобразовательных школ. В новом учебном году будет расширен перечень буфетной продукции. Помимо традиционной выпечки в буфетах будут представлены блинчики, блинчики с фруктовой начиткой, напитки как соки, так и кисломолочные напитки, кисломолочные продукты, фрукты, то есть все те продукты, которые предусмотрены санпинами на сегодняшний день. Также с началом нового учебного года администрация города Рязани приняла решение организовать для школьников льготной категории бесплатный полдник, который будет включать в себя горячий напиток, булочку или печенье. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».